Всем привет! Вы на канале Верьемин и меня зовут Тоня. Свекла это не обычный овощ, как мы все привыкли думать. Свекла стоит недорого в обычном магазине, но обладает целой массой полезных свойств. И сегодня мы разберемся, почему стоит включить свеклу в свой ежедневный рацион или не стоит, узнаю в конце видео. А перед началом подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные познавательные выпуски. В обычной свекле содержится огромное количество полезных минералов, например магний и калий, которые необходимы для работы нашего сердца, кальций для костей, железо для кроветворения, йод для нашей щитовидной железы и цинк для нормальной работы половых желез и усиления потенция. Витамины и различные биологически активные вещества, содержащиеся в свекле, положительно влияют на весь организм, поддерживают молодость, укрепляют иммунитет и сосуды, снижают давление, очищают кишечник и выводят токсины. А также свекла снижает риск возникновения рака. А вы любите свеклу? И какое ваше любимое блюдо со свеклой? Пишите в комментариях, очень интересно! Для мужчин этот овощ крайне полезен, потому как ниацин и пантантеновая кислота, содержащаяся в свекле, восстанавливают сексуальное влечение и поддерживают молодость организма. Свекла снижает риск аденомопростаты, повышает выносливость и помогает нарастить мышечную массу. Калорийность свеклы небольшая, всего 40 калорий на 100 грамм. Самая полезная свекла в сыром виде, поэтому делайте свежевышатый сок. Вареная свекла все еще остается полезной, поэтому обязательно включите свеклу в свой рацион питания. Для женщин свекла полезна тем, что предотвращает старение кожи и всего организма. А бетаин, который содержится в ней, ускоряет метаболизм и соответственно мы быстрее худеем. Ставьте лайк, если не знали об этом. Лучше всего кушать свеклу в чистом виде, без салатов и майонезов. Тогда вы не только получите всю пользу чистого овоща, но и не съедите лишнего вредного шлака. К противопоказаниям относятся гастрит, повышенная кислотность, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, диарея и гипертония. Ну что, вы уже ответили себе на вопрос, стоит ли есть свеклу каждый день? Я думаю, что да. Огромное спасибо за просмотр, будьте с нами, подписывайтесь и до скорых видео. Пока!